Дорогие телезрители, я от всего сердца приветствую вас на нашем сегодняшнем богослужении. На нашей прошлой программе мы начали говорить об отречении Петра и значении этого отречения для нас. В прошлый раз мы услышали о гордене Петра, а также о том, как на него повлияли маленькие искушения, и как это в итоге его сломило. Сегодня же мы рассмотрим четвертый урок, который мы можем извлечь из этой истории, и им будет возрождение. Ведь хоть Петр и отвернулся от Иисуса, тот его не бросил и радушно принял назад к себе. Узнаем о том, как происходило это возрождение. Давайте сейчас все встанем. Сегодня мы обратимся к 14 главе Евангелия от Марка и начнем 66 стиха. «Когда Петр был на дворе внизу, пришла одна из служанок первосвященника, и, увидев Петра, греющегося, и всмотревшись в него, сказала, «И ты был с Иисусом Назарянином». Но он отрекся, сказав, «Не знаю и не понимаю, что ты говоришь». И вышел вон на передний двор и запел петух. Служанка, увидев его опять, начала говорить стоявшим тут этот из них. Он опять отрекся. Спустя немного стоявшие тут, опять стали говорить Петру, «Точно, ты из них, ибо ты галилеянин, и наречие твое сходно». Он же начал клясться и божиться. «Не знаю человека сего, о котором вы говорите». Тогда петух запел во второй раз. И вспомнил Петр слово, сказанное ему Иисусом. «Прежде, нежели петух пропоет дважды, трижды отречешься от меня». И начал горько плакать. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Петр последовал за Иисусом на безопасном расстоянии. И, как сказано в Евангелии от Марка, дошел до двора первого священника. И там он сидел со служителями и грелся у огня. Именно там он и отрекся трижды от Иисуса. Его спрашивали, «Ты был с ним?» А он отвечал, «Нет, я не знаю этого человека». И так он сказал три раза, а потом сломался. И такой надлом необходим, чтобы перейти от гордыни к смирению. И в конце концов, Петр горько расплакался. Но и это просто фантастика. Хотя Петр так категорически отрекся от Иисуса, Бог не оставил его. А вместо этого Иисус привел его к возрождению. И пусть этот факт приободрит всех вас. Как же прошла ваша неделя? Сколько грехов, о которых вы никому не рассказали, а вы совершили. Просто покайтесь, и пусть с вами произойдет надлом перед Христом. И тогда Иисус вас заново возродит. Лука в своем Евангелии описывает эту ночь более подробно. И вот, что он написал. «Но Петр сказал тому человеку, не знаю, что ты говоришь». И тотчас, когда еще говорил он, запел петух. Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра. Тут мы видим тот самый момент, когда Иисус посмотрел в глаза отрекшемуся от Него. Но что же увидел Петр в глазах Иисуса? Как вы думаете, был ли это проклинающий взгляд? «Ну все, друг мой, это конец для тебя». Разве такой? Это был взгляд. Конечно же, нет. Это был взгляд полной милосердия, ибо Иоанн в своем Евангелии написал об Иисусе следующие слова. «Возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их, он любил своих учеников, несмотря на то, как они себя повели, несмотря на их неверность и отречение от Него, несмотря на то, каких они добились успехов и насколько отличным был их послужной список. Христос любил своих учеников, безусловно, до самого конца». Надеюсь, вы это понимаете. Только подумайте, что это послание значило для такого человека, как Петр. Он мог бы сказать, «Я любим, безусловно, несмотря на свое громкое отречение. Он смотрел на меня, не осуждающим и не вынося мне приговора. Он видит мой надлом, Он видит, что я плачу, Он видит мое сердце, Он знает меня и знает, что я отрекся от Него. И поскольку Он знает мое сердце и знает, что оно не против Него, а просто сбилось с пути, Он видит меня и любит меня. И все это безусловно. Петр горько плакал. Он осознал свою вину. Он был грешником, готовым покаяться. Для него было истина то, что относится ко всем детям Божьим и к вам тоже, а именно, начавший вас, доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. и здесь уместным будет сказать Аминь. Иисус совершил это дело для Петра. Это не Петр совершил его для Петра, а Иисус для Петра. Он совершил это доброе дело для Петра. Он ни на минуту не выпускал Петра из поля зрения. Я знаю это, потому что об этом сказал сам Иисус. Он сказал Симону. «Симон», так он обратился к Петру. «Вот, сатана просил, чтобы сеять вас, как пшеницу, но я молился о тебе, чтобы не оскудила вера твоя, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих». Иначе говоря, дорогие мои, Иисус знал Петра и знал, что Петр сделает. Он никогда не удивляется. Иисус знает и вас, и меня. Он знает ваши слабости. Он знает мои слабости. Ему известно и о нашем хвастовстве, и о наших неудачах. Ему известно и о наших взлетах, и о наших падениях. Ему известно, когда мы сломлены, и когда мы взбираемся на гору. Он знает вас, а еще Он любит вас, несмотря ни на что. «Слава Богу!» Когда Петр отрекся от Иисуса на дворе внизу и совершил тем самым тяжкий грех, Иисуса наверху допрашивали перед Синедрионом, а после он пошел на крест, чтобы такие отрекшиеся от него люди, как Петр, смогли получить прощение, а также вы и я заодно. А в Евангелии от Марка после описания отречения Петра далее о нем практически ничего не сказано. О Петре далее упоминается лишь вскользь, в одном месте. В 16-й главе, где речь идет о воскресении Иисуса Христа, Мария Мария Магдалина, Мария Иаковлева и Саламия приходят с ароматами гробницы Иисуса, чтобы помазать его тело. Это происходит рано утром, в первый день недели. Когда солнце восходит, они подходят к его гробнице. по пути они говорят между собою. Кто отвалит нам камень от двери гроба? Когда же они подходят ближе, они видят, что камень уже отвален. Они заходят внутрь и видят там юношу, сидящего на правой стороне и облаченного в длинные белые одежды. Они пугаются его. Он же говорит им «Не ужасайтесь». Иисуса ищется Назарянина распятого. Он воскрес, его нет здесь. А вот место, где он был положен. Но идите, скажите ученикам его и Петру, что он предваряет вас в Галилее. Эти слова сказал им ангел. Разве не было достаточно того, чтобы Божий посланник сказал у пустого гроба «Идите и скажите ученикам его, что они должны отправиться в Галилею». Разве не было достаточно этих слов? Петр все-таки был одним из учеников Христа. Вы видите здесь послание, которое Бог отправляет Петру. Идите, скажите ученикам его и Петру. Петр, который был сломлен, который был на дне, который был разочарован в себе, но ждался в Божьем ободрении. И он его получил, и вам Бог тоже посылает свое одобрение. Он обращается к вам, когда вы сломлены, когда вы на дне, и говорит вам, что он тросте надломленной не переломит, и льна курящегося не угасит, но зажжет вас заново. Я хочу зажечь тебя заново. Я люблю тебя. Вот что он сказал тогда Петру. И тогда женщины вернулись назад и сказали Петру, и всей банде учеников, если вы не возражаете, что я их так назову, что они должны отправиться в Галилею, к озеру. И вот они пришли туда, и вот что сообщает нам Евангелие от Иоанна. Вернувшись туда, Петр сказал другим ученикам, «Ребята, я пойду ловить рыбу». Многие из них решили тогда, что он собирается вернуться к своей прежней профессии. Он сказал, «Я пойду ловить рыбу, на что мне еще рассчитывать в Царстве Божьем? Я несчастен, я отрекся от Иисуса». Сначала он ничего не поймал, и тогда он стал приговаривать, «Ловись, рыбка большая и маленькая». Потом он закинул сети, и туда попалось столько рыбы, что сети просто не смогли это выдержать. И тогда все поняли, что это было деяние Иисуса Христа, который воскрес, когда Петр с другими учениками был на берегу озера. Туда пришел Иисус, и после совместного завтрака рыбой состоялся важный разговор между учителем и грешником, между Господом и отрекшимся от Него, между Искупителем и тем, кому было обещано прощение. Что же сделал Иисус? Он задал Петру три вопроса. Вот что сказано в Евангелии от Иоанна. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агонцев моих. А вот второй вопрос, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. И третий вопрос, Симон Ионин, любишь ли ты меня? Петр печалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня? И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Он три раза отрекся от Иисуса и три раза был возрожден. Он был послан служить Божьим посланником и по сей день мы можем видеть следы его благословений во всем мире. Аллилуйя. От гордыни к смирению, через надлом. Ну да, так все оно и было. Иисус сказал, Симон, я уже помолился о тебе, а затем добавил, и ты некогда, обратившись, утверди братьев твоих, что Петр и сделал. Тот же Петр словами, посланными ему Святым Духом, утверждает нас и по сей день в своих посланиях, в которых он, например, пишет, все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием. Иными словами, он говорит, вы понимаете, что значат мои слова? Я это понимаю. Как-то я лишился смиренно мудрием, но вы, пожалуйста, облекитесь смиренно мудрием. А еще он писал, трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш дьявол ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить. Он писал эти строки, исходя из собственного опыта, потому что как-то он потерял трезвость ума и перестал бодрствовать, и произошло это во дворе первосвященника. И поэтому он предостерегает нас с любовью и ясностью бодрствуйте. Бог же всякой благодати, призвавший нас вечную славу свою во Христе и Иисусе Сам по кратковременном страдании вашем да совершит вас, да утвердит, да укрепит, да соделает непоколебимыми. Об этом сказано чуть далее. Аллилуйя. Такой замысел у Бога и на вашу жизнь. Не хотите ли вы сегодня передать Ему все ваши тяготы и грехи и сказать «Господи, забери у меня эту грязь, я хочу избавиться от этого, я хочу обратиться в веру». Возможно, вы скажете эти слова впервые в жизни. Обратитесь же к Богу, попросите Его войти к вам в сердце, и Он обязательно войдет туда. А если вы знаете Его уже давно, но вам кажется, что вы себя плохо ведете, то знаете, Он здесь, Он ждет вас и Он любит вас. Аминь. Тема наших последних двух проповедей звучала так, от гордыни к смирению. Но увидели ли мы гордыню Петра, а также его искушение надлом и возрождение? Первый вопрос, который хочется задать относительно темы этих проповедей. Зачем вообще выказывать смирение? Пастор Вегард, передаю этот вопрос с вам. Да, тут все очень просто, потому что так подобает себя вести. Не выказывать смирение, это неподобающее поведение, откровенно неподобающее поведение, потому что мы зависимые создания, отнюдь не создатели. Мы были созданы Богом. И Павел однажды задал такой вопрос. Что ты имеешь, чего бы не получил? А если получил, что хвалишься? А в другом месте Нового Завета сказано, не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Так что быть смиренным это абсолютно подобающее поведение для нас. Все остальное это грех. А вот почему в Библии так же сказано, Бог гордым противится, а смиренным дает благодать, потому что нам не подобает обликаться в гордыне. Это ложь, а вот почему Бог против этого. И тогда происходит то же, что произошло и с Петром тогда. Если мы не прислушиваемся к этим словам, то мы переоцениваем себя. А переоценивание своих сил это великое зло для всех людей, и конечно же для нас, христиан, тоже. И для такого ученика Христа, как Петр, оно тоже стало злом. Поэтому у него ничего и не получилось. И он отрекся от своего Господа. Если мы хотим получить милость от Бога, мы должны смирить себя, так сказано в первом послании Петра. А еще, как мы услышали в проповеди, для этого необходим надлом. Да, надлом помогает нам самим это признать. Мы можем видеть это очень ясно на примере Петра. Он был сломлен тем, как он сам себя повел. Он и не думал, что он способен трижды предать Иисуса. Он от себя такого просто не ожидал. Он себя жутко переоценил и для нас с вами. Это тоже характерно. Поэтому Бог и ведет нас к надлому. Поэтому Он его и допускает. Сейчас мне вспоминается одна милая женщина, которая очень гордилась с верностью своего мужа, а также своими чудесными детьми. Иногда, когда кто-то из ее знакомых изменял жене, она явно или не очень явно подчеркивала, а вот мой муж на такое просто не способен. Она говорила и думала так много лет, и все это время, когда она придерживалась такого мнения, у ее мужа была подружка. И когда это выяснилось, сломлен был не только ее муж, но и она сама. И тогда они оба стали искать Бога. И это очень важно. Да. Такой надлом очень важен. Сломленный дух и сломленное сердце угодны Богу. Это подобно тому, если бы мы посмотрели в зеркало и увидели там реальное положение своих дел, так пусть Бог нам в этом поможет. О, да. И знаете, что прекрасно? Это состояние не длится очень долго. Христиане не бывают постоянно подавлены и печальны. После надлома Бог посылает им и милость, и возрождение, и новые радости. Да, конечно, надлом не длится в нашей жизни очень долго. Мы должны вести смиренную жизнь, осознавая, что мы во всем зависим от Бога. Это правильно. Но Бог не желает, чтобы мы, как ты сказал, ходили, повесив нос и причитали, я сломлен, мне нужен надлом, мне просто необходим надлом. Нет, если мы действительно переживаем надлом и смиряемся под крепкую руку Божью, как сказано в Священном Писании, тогда Бог нас заново возрождает. Посмотри на Петра, он является собой прекрасный пример такого возрождения. Иисус после своего воскресения спросил его, Симон Ионин, любишь ли ты меня? И затем дал ему поручение служить ему. Бог возродил его. Бог прощает. Иисус прощает нас и восстанавливает нас. Мы можем продолжать жить в смирении, это прекрасная весть, ведь мы прощены. Но как же мы можем быть уверены в том, что Бог постоянно нас прощает, хоть мы так часто отрекаемся от Него? Да, это, пожалуй, великолепная великая весть. Наш Бог прощает нас всегда. Если кто-то нас в очередной раз сильно обижает, мы можем сказать, ну, все, хватит, больше я его не прощу. Но Иисус будет прощать нас до седмижды семидесяти раз, то есть бесконечно, как и наш Отец Небесный. Он прощает нас постоянно, поэтому мы должны признать свои грехи, ибо наш Бог предан нам и справедлив. Он прощает нам наши грехи и спасает нас от всех несправедливостей. Именно это мы хотим донести до вас нашей сегодняшней программы. Возможно, вы тоже чересчур самоуверены и переоцениваете себя. Я не собираюсь вам это вменять вину, ни в коем случае. Но иногда мы просто этого не замечаем. Мы ведем себя как Петр, считаем, со мной такого никогда не произойдет. Так я никогда не придет. Это точно не про меня. Но я прошу вас поостеречься делать такие выводы. Не забывайте о том, что ваше сердце грешное. Придите к Иисусу, поправ свою гордыню, еще до того, как Он приведет вас к надлому, и вы поймете, что вы сломлены. Когда же вы будете сломлены? Просто скажите, «Господи Иисусе, прости мне мое высокомерие, прости мне мою ужасную гордыню. Теперь я понял, я ничем не обладаю, и сам я, ничто. Все, что я есть, и все, что я имею, есть у меня по милости моего Бога, который создал меня и искупил меня, будучи распятым на кресте Голгофы. Давайте же следовать за Иисусом, слушаться Его и идти Его путями, да поможет нам в этом Бог». Если наша сегодняшняя программа вам понравилась или у вас есть какие-то вопросы, мы будем рады, если вы с нами свяжетесь. Мы с удовольствием пообщаемся с вами по любому вопросу. Вы можете написать нам электронное или обычное письмо. Наши адреса вы видите сейчас на экране. Мы от всего сердца благодарны нашим зрителям за их поддержку. Ваши молитвы и пожертвования очень способствуют тому, что наша программа продолжает выходить в эфир. Мы будем очень рады, если вы переведете пожертвования на наш счет. Мы будем рады, если вы посмотрите и наши следующие программы. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok